Я профессия-архитектор, и в последнее время я все чаще сталкиваюсь с использованием данных OpenStreetMap в программах архитектурной визуализации. То есть те, кто работает с геодамами, они не удивляются, что данные СН доступны для загрузки практически во всех ГИСА. Начиная от открытого КУГИСА, который умеет все это кушать, у ИСРАЙ в Аргисе есть встроенные средства для загрузки и редактирования данных OpenStreetMap и прочее. А вот то, что OpenStreetMap начал просачиваться в соседние ниши, это для меня было очень, наверное, откровение, несмотря на то, что я как-то воск надо мной рисую и занимаюсь ремонтами. И, собственно, я решил показать, где и как это начинает использоваться. Начинаю с простенького, с разных сервисов, потом перехожу к приложению. По большей части мой рассказ был состоять из презентационных видеороликов. Так же получилось. Есть такой сервис, кодмэр.порт.ком, на обмене сайте, который позволяет выгрузить кусок OpenStreetMap в формате скетчапа, автокада, нормального иллюстратора на нужную территорию. У них есть ограничения на бесплатную выгрузку, там, по-моему, около километров. Дальше не больше сидений. Интересно то, что, если раньше я встречал достаточно много сервисов по выгрузке данных OpenStreetMap в кардусские форматы, уже не ресурс-кодусские, то тут уже предлагается выгружать OpenStreetMap в виде 3D-данных. Ну, это там достаточно просто. На карте выбираешь нужный кусочек. Сервис автоматически генерирует файл. Через какое-то время на почту продает ссылочка, по которой его можно скачать. Вот есть превьюшечка в оксинометрии, как это все будет выглядеть. Потом, кстати, покажу в конце, что получается. Дальше — скетчап. Для него есть специальный парген, по названию «бейсмейкер», который тоже позволяет выгружать данные OpenStreetMap. Прямо скетчапом. Достаточно просто. В принципе, если точно такой же, выбираем место, которое хотим загрузить. Ну, а дальше он загружает данные по высотности бьет САТ. Ну, то есть 30-метровая точность. А вот здания и дороги загружают из окна степенов. Поддерживают этажность, высоту и пытаются автоматически ширины дорог присутствовать, в зависимости от классификации внутри осмы. Ну, и на выходе это выглядит как-то… Ну, как-то вот так. Дальше. Дальше. Ваши церковицы. Про FDS-инфраборс я рассказывал года три назад, если не ошибаюсь. В общем, он был первым из серьезных программ, которые встроили возможность использования 8 данных. В инфраборс есть встроенный инструмент по названию Multi-Module Builder, который позволяет сформировать рабочий набор на основе данных SRTM, или там, ДЭНПО, в собственности для США. Там данные получше. И зданий и дорог из окна степенов. Плюс их подложки из бинок. На выходе получается вот такая вот штука. Тут тоже короткий ролик от AfterDesk. Как это работает? Читаем. Точно так же. На Акацио объявляется местоположение. Сейчас кричит с определенным квадратиком. У InfraWords, сейчас не помню насколько, какие ограничения по площади. Но что-то порядка 500 квадратных километров он там может за раз загрузить. Плюс никто не мешает сделать это несколько закрывов. Вот на выходе получается вот такая новая со спутником. И данными будут дома на дорогу. Идем дальше. Пимошн. 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 Это такая программа-рендер. Аккуратно артистовую визуализацию, то, что было заявлено всеми. Это один из рендеров нового поколения, который, ну, такой, но-грендер. Он практически не требует знаний в редевинге. Здесь вот загружается модель, и дальше очень сложно разобраться. Профессируется объект, назначает материалы. Отличный меня, я знаю, в физике. Мобитацию, рост освещения. Ну, и тоже любит этого привезить. Молодь так. Человек гружает модель, даже выбирает локацию, в которой эта модель находится. И прямо из программы грузятся данные в этом металле. И для своего артистного объекта можно тоже показать загружение. Несколько. Грузятся здания, дороги и вода. Как-то так. Lumion 3D. Тоже рендер типа T-Motion. То есть, они на самом деле Lumion конкурента. У них очень похожий функционал. Совершенно разные продукты. Дело в том, что они тоже анонсировали возможность загрузки данных из OpenStreetMap. Что... Да, здесь забыл, выключил музей. Что про все, две последние редакции, вот, что-то InMotion, что Lumion, практически одновременно анонсировали такую возможность. То есть, минимальная разница по времени. Не то, что это, как бы, прямая конкуренция. Мне кажется, что они независимо друг от друга пришли к этому. Сейчас. В принципе, здесь абсолютно не такой же. Выбирается локация, площадь на загрузку. И программа автоматически сберегает ответ на интернетах с дорогими зданиями. Плюс, позволяет немножко варьировать и настраивать высокость зданий, для которых не заданная этажность. Практически у всех лендеров эти возможности показываются на примере Newark, куда Мапус успел в свое время загрузить официальные данные поэтажности. Поэтому там, конечно, данные очень хорошие. Если брать какие-нибудь локации другие, по-моему, там ситуация поскуднее. Мне кажется, вручную все-таки он нарисовывается. Вручную нарисовывается. Вручную нарисовывается. Вручную, а потом они большую часть для инфраструктуры. В общем, вот так это в итоге все выглядит. Точно так же описывается автопопочный для того, чтобы показать окружение для какого-то своего объекта, в том числе, который сражается на презентации. Вот. Ну, SST-Engine, он немножко с полной стоит. Это очень мощный продукт для параметрической генерации городов, бессменных пунктов, вот SST. Не то, чтобы там прям встроенный сервис по загрузке OSM-данных, но там встроенная поддержка OSM-см. Вот прям вот так. Изнутри SST-Engine можно открыть SML на любую сервису и там выбрать, ну, практически классифицировать данные OSM, здания, дороги, различные объекты, разбирать их по различным слоям. Вот. Вот. И потом, например, сетку дорог в SST-Engine можно использовать как изначальную сетку, от которой потом присядь работать. Ну, так же там, по-моему, можно использовать данные полным плюсом для использования. Ну, в принципе, работа в SST-Engine не подразумевает использование других данных. В принципе, можно сетку дорог изначально так. Все стороны генерируются в основе по задней планете. Так. После того, для OSM-см. Это такой интересный пакет. Тоже для параметрического моделирования миллиселенных пунктов. Очень богатые возможности по параметике именно на самом деле изданий. Примечательно то, что там тоже есть распространенный импорт данных из OpenState. Не такой богатый различный вообще SST-Engine, но тем не менее. Он позволяет также импортировать сетку дорог из OpenState.Map и использовать ее для первоначальной генерации участков, на которых потом будет генерироваться уже самая застройка. А, ну да. Ожидание реальности. Кого-то, наверное, помнит этот ролик про NOMS-Sky. Как все ожидалось и что было на самом деле. Ничего. Я немножко погонял, что мог, и вот могу показать, как это все может быть живем. И я только что показывал f-former и, в частности, f-former, как это все, ну, практически по лондону рендеринг OSM 3D данных. Вот. А как это теперь, собственно, интерпретируется разными сервисами, которые я показывал. Вот это вот сервис AdMap, с которым я начинал, который позволяет выгружать с сайта 3D данные OSM 3D чапа, выглядит это вот так вот. Ну, не так красиво, как на iFo. Как много не умеет интерпретировать очень многие 3D теги, фактически он поднимает контуры и этажность. В общем-то, все. Вот. Забросил и нажимаю, а что поближе? Видим, что не имеешь отрав. Ну, какого-то библиотерисовано пашечками, поэтому не все как раздался. А, да, и те же данные по дорогам не пытаются так интерпретировать, просто компортируют линиями. В общем, не густо. Дальше, плагин для скетчапа без веки можно уметь больше. Он поддерживает многие типы кронфеля, где они загружают данные по воде, как видим, пытается интерпретировать данные по ширине дорог. Вот. И это уже как-то нужно использовать. А вот это вот InfraWorks, про который я много рассказывал. Да, если изначально это выглядит очень круто, то на выходе мы получаем вот такие веселые фильмы. С InfraWorks проблема в том, что он не умеет интерпретировать большую часть тегов 3D-веса. Он не умеет built-in path, он не умеет формировать крыш, и фактически он поднимает по этажности только контур здания. Вот. Внимание на собралось себе даже мало. А что там с дорогой вот, например? А ты там? При этом он автоматически, опять же, генилирует с фасады и форму, ну и кровлю по контуру. Вот, получается, очень забавно. А что дороги? Ну, только что ты показывал, наверное, там что-то интервью с дорогой. Ну, тут с дорогами много веселого. А, это линия метро, наверное, идет? Нет, не похоже. Линия метро здесь есть? Сейчас я вам покажу. Вот. Линия метро, вот она, кстати, идет. То есть, линия метро, она тоже имеет импортированность, и я специально возил несколько мест, где линия метро пересекается, она по уровню раскладывает, одна ниже другой. Ну, в общем-то, забавная попытка. Вот тот же самый метрорус, и это гораздо больше похоже на правду, это Карамшевская набережная, дневники. Вот это вот, наверное, разрезка на маршрую жуку. Вот это вот место. Вот. Да, местами вылезают забавные косяки, но, тем не менее, оно раскладывается по уровню. С туннелями, со стаканами, одна над прудой и прочее. Вот. Так как InfraWorks пытается положить все по SRTM, то мы видим, как это получается. SRTM, Россию, кто с ним сталкивался, знает, что это такое. Вот. А если, например, брать какие-нибудь плоские участки с типовой застройкой и вылечить фасады, то получается все прям очень прилично. А там крыша... Крыша? Ну, да. Да. Ну, по центру крыша лсанды, как... Или взял свой сам крышу? Нет. Вот, кстати, в данном случае, там, по-моему, крыша из вас... Хотя я не уверен. Точно помню, что тут у крови проставленный тип, а здесь он должен быть плоский. Скорее всего, на рандомных ангенера. Свою CMR можно загружать? CMR? Ну... Дэн. Да, можно. Можно. Свою можно скобкер включить. Да, можно. Он при этом память яден, это круто. Ну, вот если рассмотреть один составляющий по выводству СН, то тут, как бы, и очень круто и смешно. Вот. Вот этот вот кусочек Crying City, опять же таки, как разные дороги и стопкады разных уровней положатся на... СН. Тем не менее, надо это должное. Инфраурокс еще умеет брать данные по поводостности из Органских маток. Плюс он дороги раскладывает по категории. Тоже пытается. Вот. А RedLot Emotion, о котором я упоминал, рендер... Прошу прощения за качество скринов. У меня закончилось демо. Я не мог нормальный рендер оттуда вытаскивать, поэтому просто скриншать. Оно вроде бы низко читает, он не имеет типы кроли. Тем не менее... Да, и я еще кое-что поударял. Ну, лишнего. Но, тем не менее, по-моему, получается очень достойно, считывая то, что вот эта из коробки буквально была только делается, как в ролике было показано. Опять же таки, те здания, у которых кроли плоские и нету артистальных изысков, как гостиница Москва выглядит прям вообще там отлично. Вот. А, да, и на закуску вот это вот, опять же таки, было неожиданно то, что на канале Lumion 3D был выложен еще отдельный ролик по тому, как продатели могут редоцировать данные OpenStreetMap для того, чтобы потом загрузить сервис и там получить хорошую модель для своего окружения. Вот. Показывают сразу, как работать в ID, как использовать теги. Ну, и говорят, что, ну, на обработку данных требуется пару дней. Вот. Вот. То есть они явно просто совершают инфраструктуру и раз в сутки, в двое, наверное, управляют обновления. Вот. Как-то так. Да. Выводов нету. Скорее, небольшое наблюдение. В общем, как я уже сказал, я был крайне изумлен, потому что данные по 3D из OpenStreetMap поползают вот в эту ключу, артифульную и визуализацию. Я, можно сказать, на 3D очень много занимался. Может быть, даже больше, чем прочее, и Асим. Вот. И у меня некоторые интересы по поводу модели данных, по поводу возможностей их использования. А наше количество используется. Причем вовсю. Это, мне недавно пришло в голову, что это хорошая иллюстрация старого тезиса Максима Дурина, когда он общался с высотнами по поводу открытых данных. И высотнами обычно спрашивают, ну, вы нам скажите, что выкладывать в открытый доступ. Какую информацию, в каком виде, как ее будут использовать, и мы подготовим рабочий выбор. А я максимум говорил, что так это не работает. Вы выкладываете информацию, и ее будут использоваться. Вот ее найдут, как использовать. Вот передовой сэмп, по-моему, прекрасный пример, иллюстрация того, что она работает именно так. Информация была в каком-то виде занесена энтузиазмами, без прицела на какое-то коммерческое использование. И вот она сейчас начинает выстреливать и каким-то образом использоваться. Причем разными компаниями, независимо друг от друга. Это далеко не все, что сейчас есть на рынке. Это то, что я посолкнусь, просто пощупать, практиковаться. Володя Истратов нам расскажет еще про свой плагин для Blender. Пусть я видел кучу всяких утилей для кардов по выглевски, вот действительно. Ну, в общем, так или иначе, в этом направлении есть интересная такая программа. Вопросы.